Роспотребнадзор сообщает На 7 декабря в округе выявлено 129 новых случаев заболевания COVID-19 Салихард столица молодежи два крупных форума принимает в эти дни окружная столица Я исследователь гордо заявляют воспитанники детских садов на всероссийском конкурсе творческих проектов Месяц добрых дел продолжается, сегодня волонтеры навестили и накормили бездомных животных Новый тренер по боксу приступил к работе в спортивной школе юность На льду нефрита встретились команды Лабытнанги и Харпа Кто победил, расскажем в конце программы Под данным окружного управления Роспотребнадзора на 7 декабря на Ямале выявлено 129 новых случаев заболеваний COVID-19 Это на один меньше, чем вчера, столько же, как и неделю назад Госпитализирован 531 пациент с коронавирусом и внебольничными пневмониями 50 из них в тяжелом состоянии, 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких Умерло 3 человека Управление Роспотребнадзора по округу выявило 14 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций В том числе 9 тысяч среди детей По данным на 6 декабря полного карантина в образовательных учреждениях нет Но зарегистрированы случаи разобщения детей в дошкольных и образовательных учреждениях В частности, на этой неделе изолированы 21 группа в 8 детсадах и 39 классов в 8 школах Из всего количества выявленных случаев ХОРВИ на детей до 17 лет приходится 67% Ямальские эпидемиологи настоятельно рекомендуют прививаться против гриппа Дети особенно тяжело переносят эту вирусную инфекцию На сегодня вакцинацию против гриппа прошли около 90 тысяч взрослых и 78,5 тысяч детей Привито почти 53% ямальцев от планового количества Глава городского округа Марина Трескова на страницах в социальных сетях сообщила Что рост числа заболеваемости ОРВИ и гриппом вынуждают продлить карантинные ограничения в городском округе до 11 декабря Они касаются культурно-массовых мероприятий, участия в которых принимают дети Это решение принято на очередном заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции Вакцинация формирует иммунитет, снижает риски заражения и осложнений в случае заболевания Вакцины от гриппа и коронавирусной инфекции имеются На Ямале сохраняется масочный режим Повсюду, где предоставляют услуги жителям, вход по QR-коду Исполнение будем проверять, отметила Марина Трескова В Салихарде проходит два крупных события Форум молодых лидеров Арктического совета И форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Российский Север В общей сложности в столицу Ямала прибыло около 200 представителей со всей Арктики На открытие форумов с приветственным словом гостям обратился губернатор Ямала Дмитрий Арчухов Мы очень рады приветствовать самых активных, самых ярких, самых талантливых ребят, молодежь С разных уголков нашего Большого Севера Арктика это наш общий дом И здорово, что есть площадки, где мы обсуждаем, как она будет развиваться Именно вам в будущем определять, как пойдет развитие наших регионов, наших стран Форум ICE проводится в рамках председательства России в Арктическом совете Его цель – развитие международного сотрудничества среди молодежи северных стран Повышение навыков и компетенции молодых лидеров Это молодые политики, дипломаты, лидеры общественных организаций, волонтеры, предприниматели, ученые В течение трех дней они будут обсуждать вопросы экологии, устойчивого развития арктических территорий, создания креативных индустрий, поддержку добровольчества Также для них проведут лекции и мастер-классы по развитию лидерских качеств, формированию имиджа На форуме выступят 25 спикеров, в том числе представители США, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Великобритании В работе форума «Российский север» принимает участие 100 человек из 28 регионов Они пройдут обучение по трем трекам – молодежное предпринимательство, языковое и культурное наследие, арктическое гостеприимство Спикерами выступят известные федеральные и региональные эксперты В Москве завершился третий этап 20-го съезда партии «Единая Россия» Главной целью ее работы в следующие пять лет делегаты определили реализацию народной программы, с которой партия победила на выборах 2021 года Документ вобрал в себя 2 миллиона инициатив от жителей страны Успех партии на выборах определили не лозунги, а созидательная повестка отметил на 20-м съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин Выполнение поставленных целей характеризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую политическую силу, отметил президент На съезде делегаты обновили составы Генерального и Высшего Совета партии Среди 170 членов Генсовета партии теперь два представителя от Ямала Губернатор округа Дмитрий Ртихов и секретарь реготделения партии Алексей Сидников Секретарем Генсовета «Единой России» вновь избран Андрей Турчак Высший Совет партии также обновился на 50% В его состав вошел депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Кобылкин Председателем «Единой России» еще на 5 лет переизбран Дмитрий Медведев Без этого невозможна жизнь политической структуры Она должна обновляться И это мы показываем всем своим существованием Потому что буквально на одну треть сегодня партия обновилась Она стала моложе И наши молодые представители сегодня очень активно работают И в том числе в пандемическое время В сложной этой стране Оказывают помощь населению, жителям Национальные проекты стали главной темой обсуждения На встрече руководителей городских учреждений образования Обсуждали итоги их реализации в уходящем году И составляли планы на будущее Подробности далее Чтобы оценить свою работу в уходящем году Педагоги провели совместное совещание Мы подводим итоги по самым, скажем так Приоритетным направлениям нашей деятельности По национальным проектам Кураторы региональных проектов Современная школа, цифровая образовательная среда Демография, патриотическое воспитание Успех каждого ребенка Подробно рассказывали присутствующим О достигнутых показателях Созданы 4 точки роста Это центры цифрового гуманитарного профиля образования Они именно помогают повысить качество образования И вообще оснастить, обновить учебное оборудование школ И наладить сетевое взаимодействие между школами И учреждениями дополнительного образования То есть вот это важные такие точки И также у нас хорошо, что нашему городу досталось И в городе создан был детский мобильный технопарк «Кванториум» Это тоже очень интересное направление Связанное с дополнительным образованием Дополнительное образование шло отдельной строкой В повестке заседания Елена Семенова отметила, что его качество повысилось А количество детей, занимающихся внеурочной деятельностью, увеличилось Сегодня показатель охвата дополнительного образования Составляет у нас сегодня 102% При базовом, скажем так, показателе 84% Здесь я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы сегодня сделали невозможное И за короткий промежуток времени Конец прошлого учебного года, начало этого Вот смогли сегодня создать все условия В том числе и технические условия для того, чтобы Всех детей И обеспечить, вовлечь им дополнительное образование Озвученные показатели позволяют Лабытнанге быть безусловным лидером среди муниципалитетов округа В этом году увеличилось количество детей, обучающихся по сертифицированным программам На 2022 год мы планируем оборудовать на базе первой школы Центр цифрового обучения IT-куб 6 кубов Будет открыто современное направление Это тоже дополнительное образование И реализация углубленной информатики И также в гимназию будут закуплены QT-роботы В будущем педагоги смотрят с оптимизмом На проделанное с удовлетворением Итоги работы в уходящем году можно оценивать на твердую пятерку Это подтверждали и дипломы победителей регионального уровня Которые вручали на итоговом совещании Ирина Яковлева, Николай Снегир, программа «Время местное» Я исследователь, традиционный всероссийский конкурс Исследовательских работ и творческих проектов воспитанников детских садов В этот раз проходит дистанционно Сегодня на первом этапе ребята защищают свои проекты в онлайн формате По четырем тематическим секциям Живая природа, естественно научная неживая природа Гуманитарная и физика, математика, техника Зачем животным хвост? Какая ягода самая полезная? Когда наступит эра роботов? Маленькие почемучки на муниципальном туре конкурса Я исследователь готовы рассказать о многом В своих работах дошколята пытаются докопаться до истины Ответить на всевозможные вопросы Проводят исследования, эксперименты Константин Клименко воспитанник детского сада «Улыбка» Ему однажды стало интересно, почему масло не растворяется в чае, а плавает по поверхности За помощью он обратился к своему наставнику Татьяне Гульбис Такая ситуация, когда возникла, ну интересно же детям, а что это там сверху-то плавает? Сразу на чай такие, как кружочки появляются, что это? Это масло, а почему? Тем более, что мы учим, что вода растворяет, как растворитель является Растворяет сахар, соль может растворить, еще что-то А масло вот никак Ну вот примерно с такого вопроса и возник проект Проект Костя готовил вместе с руководителем Татьяной Николаевной три недели Вместе изучали такое сложное для дошкольника явление, как плотность вещества Из чего оно состоит? Проводили эксперименты и пришли к выводу, что Масло не растворяется в чае, потому что у масла плотность меньше и оно легче А это уже детский сад Снежинка Андрей Кокорин и Макар Соболь в этом деле не новички Защищают свои проекты на дистанционном конкурсе «Я исследователь» не первый раз Поэтому мальчики чувствуют себя в своей тарелке Отлично владеют информацией и четко отвечают на вопросы экспертов Яркие рыбы несут в себе опасность А в чем их опасность? Например, если у них яд содержится яркий алисин Андрей Кокорин выбрал интересную тему для исследования – рыбы Какие они бывают? Мальчик летом с родителями побывал в Египте И настолько вдохновился Красным морем и изобилием ярких рыб Что даже решил посвятить этому свою проектную работу Вот так обычное летнее путешествие для Андрея стало научным В Египте я изучал подводный мир В Египте мы опустились на батискапе на три метра Я увидел там кораллы и песчаник Нам видали карту На ней были внизу нарисованы значки «Опасная рыба» или «Нет» Я начал исследовать рыбу Макар Соболь в отличие от друга интересуется растениями Про мухоловку ребенок узнал на одном сайте И задался вопросом Что это за чудище, которое пожирает насекомых? На вопрос помогла ответить мама А затем интерес ребенка поддержала и воспитатель Дарья Марченко Вот так совместными усилиями получился творческий продукт Все темы взяты не нами, не предложены детьми Это темы, которые сами дети предлагают Чем они увлекаются, это мы стараемся развивать и поддерживать Темы разные, все проекты по-своему интересные Членам жюри предстоит нелегкий выбор Ребята все представили, я считаю, что удачно свои проекты Проекты были очень интересные Дети сами друг друга с интересом слушали И задавали друг другу много очень вопросов Я считаю, что дети были подготовлены очень хорошо Первый этап муниципального конкурса «Я исследователь» прошел на одном дыхании Завтра защищать свои работы продолжат школьники Рая Ермолаева, Евгений Садыков, программа «Время местное» Декабрь глава городского округа Марина Трескова объявила месяцем добрых дел Запланировано множество благотворительных акций и реализовано немало Накануне волонтеры, которые объединились под начало молодежного центра Навестили бездомных животных в приюте «Котопес» Пришли не с пустыми руками Здравствуйте, можно акцию корм сдать? Да, конечно, проходите В поселке Харп специалисты молодежного центра объявили о том Что Лабытнанскому приюту для бездомных животных нужна помощь Принять участие в акции мог любой житель поселка Довольно быстро в помещении центра образовался мини-склад пакетов с продуктами Что именно приносить, добровольцы решали сами В принципе, всем известно, что в списке необходимого Специализированные корма для кошек и собак Крупы, макароны, мясные субпродукты и наполнители для туалетов Помощь приюту «Котопес» волонтеры оказывают постоянно Да, мы регулярно ездим Регулярно у нас происходит сбор корма Каких-то дезинфицирующих средств Опять же, в чем они нуждаются То есть мы спрашиваем у них, что им на сегодняшний день необходимо После чего собираем все это И также везем с нашими волонтерами Последние пакеты для приюта принимали уже возле машины Неравнодушные жители поселка старались успеть Принять участие в благотворительной акции Не каждый может позволить себе забрать Приютского бездомыша к себе домой А вот помочь в его содержании под силу любому В приюте волонтеров уже ждали Здесь всегда рады гостям и любой помощи Добровольцы волонтерского клуба «Энергия» Давно нашли общий язык с местными пушистыми обитателями Они молодцы Они уже сколько В том месяце они приходили Уже декабрь опять пришли Мы еще не успели их забыть Только-только И они уже опять Спасибо им большое И всем спасибо Всем нашим жителям, которые неравнодушны к нашим питомцам Спасибо большое Каждое воскресенье с полудня до 16 часов Двери приюта «Котопес» открыты для посетителей Можно даже ничего с собой не приносить А прийти просто для того, чтобы подарить Маленьким хвостикам немного общения Они в нем нуждаются не меньше, чем в еде и уходе Ольга Болдрева, Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков и Владимир Николаев Программа «Время местное» Воспитать новых чемпионов Такую цель ставит перед собой спортивная школа «Юность» Лоботанские ребята могут совершенствоваться в самых разных видах спорта Конечно же, главные их помощники на пути к достижениям тренеры В этом месяце штат школы пополнил новый специалист Кандидат в мастера спорта по боксу Юрий Королев За его плечами не только педагогический опыт, но и множество спортивных побед Теперь свой опыт он хочет передать лоботанским боксерам Подробнее Карина Щербакова Юные боксеры тщательно отрабатывают элементы под пристальным вниманием Юрия Королева Молодой тренер приехал из Омска, где он уже успел зарекомендовать себя сильным спортсменом Не раз он достигал побед на ринге, подтверждая свое звание кандидат в мастера спорта по боксу Такую самоотдачу и волю к победе теперь он хочет тренировать и в лоботанских ребятах Чтобы они могли и постоять где-то за себя, и выступать на соревнованиях, достигать каких-то результатов, вершин За плечами Юрия Королева не только участие в различных боях, но и педагогический опыт Тренером он работает с 2016 года и уже имеет свои наработки и интересные методы Более того, организовать занятия так, чтобы учесть способности каждого ребенка Ему помогает научно-практический опыт, который он получил в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта В тренировочном процессе он уделяет внимание многим моментам По моему мнению, важно все-таки всестороннее развитие ребят проводить, как и психологическое, так и физическое развитие Чтобы они более уверенно себя чувствовали Девятилетний Вячеслав Русецкий выбрал этот вид спорта, чтобы стать сильнее и увереннее На занятиях он тренирует скорость реакции, выносливость и умение держать удар Мальчик уверен, он не позволит дать себя в обиду Ну, чтобы постоять за себя, когда на меня нападут Тренировки по боксу проходят как в утреннее, так и в вечернее время Уточнить информацию о занятиях и записаться можно по телефону спортивной школы «Юность» 564-31 Карина Щербакова, Григорий Волков, программа «Время местное» Хоккей в нашей стране был и остается одним из самых любимых и зрелищных видов спорта Ямальцы в числе активных игроков и фанатов ледовых баталий Климат и характер северян способствуют развитию хоккея у нас в округе В харпском спорткомплексе «Нефрит» состоялась игра местных и лабытнанских хоккеистов Более подробно расскажет Виктория Головко Накануне харповчане принимали у себя спортивных гостей Хоккеисты «Кристалла» из соседних Лабытнанг И местные нефритовцы участвовали в товарищеской встрече Началась игра с традиционного приветствия Затем с каждой минуты на льду становилось жарко Ну а на трибунах было шумно и весело Звуки барабана буквально заряжали особой энергетикой болельщиков и самих спортсменов Это наш антураж, это же все должно быть Скоро будут дуделки, гуделки, кричалки, свистелки Ну и барабан это первое начало Это надо трек, только еще пока не очень умеем Еще некому барабанить Но будет и барабанщик Главное настроение и здоровье И запал такой, немножко запала надо все-таки Немного быть молодым Оставаться молодым и позитивным помогает активный образ жизни Игорь Шпакович умело совмещает руководство с спорткомплексом, игру на барабане и работу вратаря Хоккей объединяет людей различных профессий и возрастов В составе команд есть ветераны спорта и молодые ребята Все они любители скорости, натиска и адреналина С самого детства, хоккей, без хоккея жить Мне кажется невозможно, если ты начинаешь играть в хоккей В Нифрите первый раз, все очень нравится, встречают тепло, в общем, все прекрасно Игра энергичная, соперник достойный Эмоции, жирок согнать можно, потолкаться, ну и дружба тут На что любите хоккей? Скорость, сила, ловкость, дружба, сплоченность, командная игра Как вам сегодня на харпском льду? Да здорово, вообще обалденно Мне надо бежать, все, спасибо Эта товарищеская встреча открывает новый хоккейный сезон в Харпе Тренироваться местные спортсмены начали с середины ноября Именно к этому времени в Нифрите подготовили лед Занимаются на нем представители ночной лиги, молодежь и совсем юные хоккеисты Любые встречи и выезды на соревнования всегда имеют положительный эффект Мы в основном сами с собой играем, поэтому тут какая-то, скажем так, другая практика Есть более сильные команды, где-то подтянуть технику Игра проходила в упорной борьбе, завершилась и на победы гостей Но в награду за труд абсолютно все хоккеисты увезли домой отличные эмоции и фотографии на память Спортивное сотрудничество между командами городского округа будет продолжено И уже очень скоро болельщики станут свидетелями новых ярких встреч Виктория Головко, Владимир Николаев, программа «Время местное», поселок Харп Это все на сегодня, далее прогноз погоды на завтра Заходите на наш сайт lbtv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»